Мальчик вообще изначально выглядел вот так, а ещё раньше он выглядел вот так. В руках у мастерицы заготовка для будущей новогодней игрушки. На проволочном каркасе тело из ваты, клей ПВА и ниток. Юлия Акимова все детали для своих работ создаёт исключительно вручную. Лицо формирует из полимерной глины, а жизнь маленьким человечкам придаёт пастелью. Мастер говорит, в работе важно хорошо просушить фигурку. Потом после высыхания она застывает и такая вот прям плотная становится, очень прочная. Можно ронять, ей ничего не будет, она не сломается. Но правда воды боится, ёлочная игрушка, но это её единственный минус. А это куколка Марья. Её мастеру принесли на реставрацию. Игрушка была создана в Ивановской области в середине 20-го столетия. Юлия привела в порядок прическу, подшила наряд и заново расписала лицо. От себя девушка добавила в образ красные бусы и голубой винтажный бант. Мастер отмечает, работа кропотливая. Работы, конечно, с такими куклами много. И тут главная аккуратность, чтобы не испортить, ничего не отколоть. Я использую самозатвердевающую массу. Я как шпаклёвкой наношу на эти части, потом шлифую, потом снова наношу, пока не добьюсь нужного объёма. Все готовые игрушки мастер развешивает на деревянной новогодней ёлке. Её для Юлии сделали специально на заказ местные умельцы. Это коллекция представления, самая популярная среди поклонников творчества Юлии Акимовой. Это Карабас, Орликин, Мальвина, Буратино, Пьеро и Артемон. Конечно, идея лежит на поверхности, потому что всем любимая наша сказка из детства. Яркие узнаваемые образы. Вот любой и ребёнок, и взрослый знает. 20 лет Юлия посвятила работе закройщика в автомобильном ателье. Но даже тогда девушка не переставала мечтать о куклах. Впервые сказочные фигурки Юлия увидела на полках одного из магазинов с авторскими игрушками. Увольняться было страшно, признаётся мастер. На это Юлия решилась только три года назад. Зато сейчас заказов так много, что времени на отдых почти не остаётся. Я бы хотела, наверное, посидеть немножко, отдохнуть на подушечке, под каким-нибудь цветком, в каком-нибудь мягком пледике-покрывальце, чтобы ничего не делать, потому что заставить себя отдохнуть очень сложно. Также Юлия создаёт будуарных кукол. Они украшения любого интерьера. С ними играть не стоит. Такие шедевры нужны для красоты. А для детей она шьёт из меха и плюша медведей. Каждую деталь набивает опилками и формирует каркас. Так все элементы игрушки становятся подвижными и будто оживают, как настоящие сказки, которую мастер создаёт своими руками. Ксения Садова и Артём Михайлюта.